Итак, эзотерика. Эзотерика. Очень сложный термин, потому что включает в себя как исторический, так и терминологический огромный пласт культуры, истории, философии, религиозных учений. Поэтому мы не будем уходить в какие-то глубокие дебри понимания, что такое эзотерика. Я просто скажу таким образом. Вообще эзотерика, она в истории или в сегодняшней практике, она очень часто смешивается с оккультизмом, с магией, с герметизмом. Это не герминевтика, а от гермеса тресмегиста это оккультное учение, из которого потом вырос и оккультизм. Эзотерика связана с неким поиском внутреннего смысла, внутреннего значения, которое находится буквально физически за пределами того текста или того общего явления, которое мы видим. Вот это вот и есть что-то вроде эзотерики. Есть разные научные подходы в определении. Просто для примера, Энтони Фейвр, известный французский ученый-исследователь эзотеризма, в статье об эзотерике в энциклопедии религии написал о шести составных частях эзотеризма. Первое. Эзотеризм воспринимается как библиографическая классификация литературы определенного рода. И это нам понятно, когда мы приходим в магазин, в книжный магазин, мы видим эзотерика. И там есть такая определенная классификация определенной литературы. Эзотеризм может восприниматься как секретное учение или доктрина. Практически чего угодно. Как обращение к внутреннему смыслу и тайным мистериям. Четвертое. Как попытка раскрытия внутреннего единства всех религий. Поиск проторелигии. Вообще это интересный такой религиозный шаг, религиозное допущение в эзотерике. Они считают, что все современные религии так или иначе отражают некую проторелигию. Первую религию, которая когда-то была. Соответственно, поиск внутреннего смысла приводит к нам к этим первым корням. Пятое. Термин, используемый синонимично с термином гнозис, то есть знание, в противовес догматическому. Это мистическое, духовное или символическое значение. То есть у нас есть нечто вроде догматики, а с другой есть некий внутренний свет, внутреннее знание гнозису. И последний термин с начала 90-х годов, определяющий круг культурных и исторических традиций в западной истории и философии. То есть эзотерика, как просто термин, определяющий некие границы философских и религиозных исследований уже в современном мире. Вообще интерес к эзотерике возник вот такой активный, достаточно недавно. То есть это конец 18-го, 19-го и 20-го века. И мы с вами уже говорили о движении новой эры, мы говорили о движении немного new thought или новое мышление. Мы говорили, сейчас мы с вами говорим об эзотерике. Это все примерно одного времени события. И посмотрите, возможно, то есть мое предположение, как это все дело происходило или почему так все дело происходило. Ведь в средние века было не то чтобы запрещено, но даже не использовалось изображение человека. В том виде, то есть старались не изображать красивого человека, потому что понимали, что человек грешен, человек несет на себя отпечаток греха. Поэтому часто человека изображались некоторыми изъянами. Потом Ренессанс показал, что человек обладает определенными высокими качествами. Он обладает хотя бы физической красотой. И вот мы видим действительно прекрасные произведения художников и скульпторов. Человек прекрасен. Затем у нас идет духовная и культурная революция. У нас Франция разрушает Бастилию. И мы понимаем, что человек свободен. Он свободен от догм. Он свободен от старых пережитков. Человек прекрасен. Человек свободен. Затем у нас идет активнейшее развитие философии и науки. Человек разумен. Затем у нас идет промышленная революция в Англии и дальше во всей Европе. Человек могущественный. Более того, могущество человека в конце 19 века дошло до того, что люди действительно воспринимали очень простым делом полет на Луну, не знаю, прорытие любых самых мощных каналов, которые соединили бы там континенты. Любые технологии были, казалось, под силу, потому что на смену лошадиной тяги пришла паровая, заработали машины и механизмы. И казалось, что вот буквально весь мир можно уже перевернуть. Человек могущественный. В начале 20 века и с активным развитием теории относительности, с пониманием, как устроен этот мир, с той сменой парадигмы, которую принес Эйнштейн в физику и вообще во все мироощущения, человек понял, что он заглянул очень глубоко внутрь Вселенной, внутрь самого вещества и открыл могучие силы, буквально расположенные на кончике пера, атомные силы. Человек понял, что человек сверхмогущественен, то есть человек прекрасен, свободен, умен, могущественен, обладает воздействием на природу в таких силах и значениях, что может перевернуть буквально весь мир. И движение новой эры, что нам говорит? Какой человек? Человек божественен. Это естественный вывод из всех вот этих предположений. То есть это цепочка, которая формирует, ну можно, конечно, так вот некоторым образом мистически предположить, что я, конечно, не против прогресса, наоборот, я пользуюсь результатами прогресса, и я считаю, что нам необходимо обязательно заниматься науками, нам следует всегда учиться и получать образование. Кстати, один замечательный апологет, я уже о нем упоминал, Уильям Крейг, он сказал, что христианам обязательно нужно получать образование для того, чтобы на одном уровне говорить с миром о Христе. Так вот, когда образование, или когда наука, или когда стремление человека, отворачиваясь от Бога, уходит в сторону своего самовозвеличивания, куда это все дело приходит? К самообожествлению. Такому самообожествлению, такому самовозвеличиванию человека, необходима была постоянная платформа, постоянный источник, который бы говорил, «Да, да, то, что ты делаешь, это правильно, твой поиск истины, он верен, твое понимание мира, оно верно, не смотри на древние писания, они устарели, они тебя только заводили в темноту, сейчас ты прекрасен, умен, совершенен, могущественен, ты божественен, смотри, какие книги мы можем тебе открыть, какой смысл мы можем тебе дать». Оккультное учение, эзотерические учения, гностические учения, все эти вещи помогали человеку как бы встать на ноги. К чему это привело? Популярный подход в плане эзотеризма, ну, с точки зрения эзотериков, я его так назвал, популярный подход, они вообще считают свое учение основой понимания мира. То есть, наше догматическое христианское восприятие текстов или некое логическое восприятие науки или научное восприятие мира, или рационалистическое восприятие мира тоже отвергается. Евгений Колесов в своей книге «13 врат эзотерики» пишет следующее. «Эзотеризм», «эзотерик», «эзотерический» — эти слова происходят от греческого «эзотерикос», то есть «внутренний». Термин возник в эпоху эллинизма, 4-3 век до н.э. Исторически он обозначал тайноведение, внутреннюю доктрину религиозного, философского или иного учения, доступную лишь прошедшим обряды высших посвящений, в отличие от «экзотерической», то есть «внешней», изучение которой было доступно не только всем, но и вменялось им в обязанность. И далее он продолжает. «Это название окончательно сложилось после Второй мировой войны». Помните, я говорю, что ученые сейчас обращают больше внимания именно на 20 век. «После Второй мировой войны на Западе как термин призваны заменить два аналогичных и, в общем-то, синонимичных термина, терминозначения, которые к тому времени изменились. Это герметизм и оккультизм». То есть, то, чего христиане раньше боялись, оккультизма или магии, сейчас заменено на такой удобный, красивый термин – эзотеризм. Поэтому, когда вы будете встречать в дискуссиях обращение к эзотеризму, традиционно сейчас среди эзотериков он действительно воспринимается как замена герметизму и оккультизму. То есть, будьте особо внимательны. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok